Вы вспомнили Патрушева, говорят, что это еще не единственный ли человек, с которым могут разговаривать на Западе или другие лидеры, потому что, видим, сейчас Путин как-то сидит, даже в Китай Путин не съездил, почему-то не смог. Тот же Патрушев, тоже там и он в Иран ездил, договаривался за какие-то поставки оружия. Может, поэтому ему сейчас не очень удобно было бы этих людей убрать, потому что как-то с Путином вроде не разговаривает. На самом деле это немножко наше наивное или наивное отношение людей, которые не понимают, как устроена власть. Разговоры всегда есть, переговоры есть всегда. И люди всегда, то есть иностранные государства, в том числе и западные, кстати, они всегда ведут диалог с любым государством, в том числе и с самой страшной диктатурой. Это, кстати, пересмотрите «17 мгновений весны». То есть Гитлер сидит в бункере, а Ален Далес переговаривает с генералом Вольфом, с обер-группенфюрером СС, начальником личного штаба Гиммлера в Женеве и в Цюрихе. И по этому поводу переговоры есть всегда. Директор ЦРУ приезжает в Москву. Если он не приезжает в Москву, он приезжает в Анкару или в Стамбул и переговаривается с Сергеем Нарышкиным. Понимаете, то есть переговоры всегда есть. Джек Сэлливан ездит и в Киев, и в Москву. Если не в Москву, то куда-то еще. Китайцы ездят, не обязательно Путину ездить в Китай. Си Цзиньпинь был в Средней Азии, и там было несколько саммитов, где присутствовали и китайцы, и турки, и иранцы, и кто угодно. То есть все эти переговоры идут всегда. Если не открытые дипломатические, с участием министра иностранных дел, саммит в Бали был, послал туда Лаврова, Лавров переговорил со всеми. То есть на самом деле все эти переговоры всегда есть. И самое главное, что мы должны понимать, что Запад переговаривается не только с Путиным. Есть очень много каналов переговоров, то есть есть куча там, ну, министра иностранных дел, министра обороны. Ведь тот же самый Шойгу, кстати, перезванивался несколько раз с министрами обороны ключевых стран мира. Там их было 6 или 8 человек, с которыми он перезванивался. И это попало даже в публичную сферу. А есть еще огромное количество, это на самом деле айсберг. Мы видим только верхушку этого айсберга. Да, вот я работал в службе внешней разбойки в КГБ. По линии спецслужб есть всегда контакты. И до сих пор есть контакты. Есть контакты даже, кстати, по линии НАТО сейчас с Российской Федерацией. В этом смысле все идет, потому что не нужно себе представлять, что вот если там один человек объявлен персона нон-грата, да, или, скажем так, человек нерукопожатым главой государства, то все останавливается. Ничего не останавливается. Все продолжает идти своим чередом. Есть Женева, есть Вена, есть, я не знаю, там любая другая площадка нейтральная, где переговариваются. Есть Средняя Азия, есть Китай, есть Турция, есть Иран, есть Израиль, есть куча. Есть Индия, кстати. Все эти переговоры постоянно идут. Вот если такие тесные контакты, тогда можно понимать, что заявление Лаврова не сумасшедшее, которое он сказал, что представители Минобороны США якобы пригрозили физически устранить Путина. Как думаете, возможно ли это? И не с этим ли связано, например, что Путин отменил ряд мероприятий, возможно, прячется в бункере или где-то? Ну, вы знаете, Лавров здесь, все люди вокруг Путина, они вынуждены озвучивать политику Путина и то, что Путин сам для себя зафиксировал, и поэтому они совершают то же самое самоубийство политическое, которое совершает Путин. Лавров озвучивает то, что от него требует Путин. Но он даже не понимает, какую глупость он несет. Потому что Россия, которая за 10 месяцев доказала, что у нее нет армии, это самое страшное, что, кстати, произошло за эти 10 месяцев. То есть Путин совершил огромное количество ошибок, мы сможем десятки ошибок, которые совершил Путин. Но самое главное, что он показал, что у него нет силы. Единственная сила, которая осталась у Путина, это ядерный потенциал. Но ядерный потенциал в мировом миропорядке, который создан был после 1945 года, это оружие, которое нельзя применить. То есть этот ядерный потенциал, это самая последняя дубина. И поэтому, кстати, Путин ею размахивает каждую неделю, потому что это признак слабости. Об этом, кстати, Зеленский очень правильно сказал. Я об этом говорил в самый первый день. То есть как только Путин начал войну, и как только 27 февраля, на третий день начала этой войны, он начал говорить о ядерном оружии. Я сразу сказал на всех каналах французского телевидения, что это признак слабости. Это значит, что у России нет на самом деле армии, она не может победить в конвенциональной войне даже страну, которую она считает несуществующей, у которой она считает, что нет армии, слабую, экономическую, прогнившую и так далее. И все это поняли. А когда все это поняли, это ситуация, Маугли, Акела промахнулся, все, Акела больше не волк, Акела больше не вожак стаи. Это вот самое главное, что все поняли в этом самом режиме. Потому что режим путинский, мафиозный, он строится всегда на силе главаря. Если главарь не силен, все, и присутствие людей, таких как Пригожин и Кадыров, доказывают, что вожак не силен, все, и его, вот даже какие-то маленькие лейтенанты, даже какие-то региональные лидеры, даже какие-то небольшие полуолигархи могут оспаривать его претензии на власть или даже на влияние на массы какие-то. Вот пишут аналитики из-за изучения войны, что Путин обеспокоен тем, что он теряет и поддержку элит в войне против Украины. Вот насколько это серьезно и, ну хорошо, они поддерживают. Что дальше? Я вообще-то надеялся на это, что это будет самая серьезная вещь. Потому что мы понимаем, что революции снизу, то есть революция народной, в Российской Федерации не произойдет, скорее всего. В Российской Федерации, с моей точки зрения, к сожалению, не может быть революции снизу. То есть народ не восстанет против Путина. Потому что для того, чтобы народ восстал против Путина, нужно огромное количество факторов. И главный из этих факторов, главные из этих факторов, это два, это телевизор против холодильника. То есть пропаганда, путинская пропаганда против еды, которая есть у народа. Пока народу есть что есть, революции не будет. Советский Союз исчез. Почему? Прежде всего. Потому что перестал, не было ничего в магазинах и не было ничего в холодильниках. Вот когда нет ничего уже в магазинах и в холодильниках, тогда перестает, народ перестает верить власти. Поэтому, кстати, когда и Коммунистическая партия Советского Союза исчезла сама по себе, и Советский Союз развалился, никто не вышел на ее, на их защиту. В том числе, кстати, и Путин. С точки зрения Советской, Путин предатель. Он как офицер КГБ нарушил воинскую притягу, и он не вышел защищать стройку, которому он присягал. В том числе, отдать жизнь за его защиту. И он стал олигархом-капиталистом. И здесь то же самое. Но в такой системе опасность идет в основном от среднего класса и от верхушки. Средний класс, кстати, мы видели начало революции в 2011 году. Да, вот когда были эти самые, в декабре прошли выборы в очередной раз фальсифицированные, когда средний класс не захотел возвращения Путина. И Путин, кстати, тогда очень сильно испугался, серьезно, это был самый серьезный эпизод в его политической карьере, когда у Медведева была реальная интрига, когда Медведев мог реально остаться на второй срок. Арестовать Путина, уничтожить его и так далее. Но тогда система изнутри еще не созрела для этого. Путин начал войну, и в принципе эта война мало кого волновала, пока лично она не пришла к каждому в дом. То есть, грубо говоря, люди, которые смотрели картинку, у них наполненный холодильник, они брали оттуда пиво, водку, попкорн, соленые огурцы, холодец, и смотрели на эту картинку, которая, в общем, всех устраивала, потому что пока себя лично не касается, пока там воюют какие-то наемники, люди, которые едут туда зарабатывать деньги, в общем, всем было наплевать совершенно. Тем более всем было наплевать на страдания украинского народа, на тысячи и десятки тысяч, если не сотни тысяч погибших. Это абсолютно никого не касалось. Путин совершил в этом смысле ошибку социальную, когда объявил мобилизацию. Вот 21 сентября – это последняя капля, которая, так сказать, перенесла эту войну в квартиры россиян. Но даже эта мобилизация, она коснулась пока что нескольких сотен человек. То есть она может что-то изменить, если бы, допустим, объявлена была сразу всеобщая мобилизация, и мобилизовали бы сразу, я не знаю, 5 миллионов, 10 миллионов людей. То есть практически мобилизация видна только тогда, когда для каждого человека она приходит реально в жизнь. То есть когда мы сами знаем, что вокруг моего окружения, в моей семье, в окружении моих друзей и моих знакомых появилось несколько человек, а желательно в каждой семье кого-то мобилизовали. Вот тогда это затрагивает каждого конкретного человека. Пока такого нету. И в этом смысле она была не самым плохим образом организована для начала, потому что мобилизовали в каких-то селах в Туве, в Дагестане, в Чечне, в Татарстане, в окраинах. То есть в Москве, в Питере никого не мобилизовали или мобилизовали очень мало. Но, значит, в этой системе зрело понимание, потому что люди самые умные – это кто? Это те люди, которые состоялись в экономике, прежде всего, в политике, то есть которые занимают какие-то места, пусть не самые главные, но какие-то там серединные. Вот эти люди поняли, что Путин ведет всех в самоубийство. И по этому поводу есть, допустим, статистика, что 50% миллионеров российских выехал из страны, просто уехал. Когда он объявил частичную мобилизацию, миллион людей, у которых есть деньги и возможности, просто уехали из страны. Таким образом, они сказали, что мы не будем делать государственный переворот, мы просто уедем из этой страны, которая катится в тартарары. И посмотрим изнутри, будем жить на Западе, на Востоке, где угодно. И смотреть, как эта страна разваливается, как Путин уничтожает свой собственный режим и свою собственную страну. Ждать от этих людей, что они начнут какую-то тоже революцию, наивно, потому что эти люди, прежде всего, они умные, и они понимают, что первый способ, так сказать, реакции на любое нехорошее событие или нехорошую ситуацию, это уехать из этой ситуации и извне смотреть, как она будет развиваться. Если возникают ситуации, когда там все ослабевает, тогда можно вернуться и добить Акелу, который уже не является главарем стаи. Или перераспределить какие-то богатства и какую-то власть внутри страны, которая разваливается. То есть в этом смысле все, во-первых, будет занимать достаточно много времени, потому что все не так плохо в России, к сожалению. У этой страны есть большие резервы, в том числе и людские. У этой страны есть, самое главное, еще цивилизационная проблема, потому что в этой стране человеческая жизнь не стоит ничего, абсолютно. То есть когда мы видим матерей, которые приводят сами своих сыновей в военкоматы, когда мы видим семьи, которые говорят, что да, мы потеряли сына, но зато вот у нас есть белая лада, когда мы видим людей, которые рады, что сын убийца и военный преступник прислает им стиральную машину, сворованную в захваченной стране, то эта страна обречена, конечно, но эта страна не будет реагировать, как нормальная страна, на политические изменения, в том числе на эту войну. Редактор субтитров А.Семкин